Зеленый фуршет в этом году прошел под общей темой – русское чаепитие летом на природе. Все гости смогли попробовать чай из настоящего самовара и даже научиться его растопить. Правда, не получилось провести запланированный пикник на траве из-за прохладной погоды. Но зато на праздники многие впервые попробовали приготовить новые блюда и заварить разные сорта чая. Проходят мастер-классы, которые касаются приготовления чая, мастер-классы, которые касаются приготовления всех тех вкусных оладий и драников, которые можно пробовать, с домашнего варенья. Также сегодня угощают старорусским копорским чаем, который готовят из кипрея, с листьями вишни, с цветками ромашки, с мятой. Многие на праздники попробовали чай с мелисой, души, селипой и даже кипреем. Познакомились гости с традициями европейского и американского чаепития, попробовав заварить розмарин и монарду. Приятно удивил гостей ботанического сада и мастер-класс по приготовлению домашнего варенья из боярышника и одуванчиков. Великолепная природа, великолепные растения, великолепные отношения людей, которые все это сохраняют в таком необыкновенном виде. Много всего понравилось, что тут свадьба всегда. Мы здесь первый раз с ребенком, и нам понравилось все. За них будет невеста. И детской площадкой. Познакомились гости праздника с техникой карвинга. Специалисты показали, как можно создавать из самых разных овощей настоящие произведения искусства, которые станут украшением любого стола. Приняли участие все желающие и в мастер-классе по сервировке стола. Украшали его фруктами, овощами и природными материалами. Основной момент – это, прежде всего, идея. То есть, если стол на двоих, нужно создать романтичную атмосферу. Особенно летом много цветов, день рождения или что-то. То яркие цвета. А если, как я сказала, романтичный вечер, то там более такие пастельные тона. Отведав различных сортов чая и варенья, посетители ботанического сада ждут следующий праздник. На сентябрь запланирован традиционный праздник урожая, приуроченный к завершению полевого сезона.